ну и что это было спрашивается да вот реально что это было сегодня ночью в киеве какая-то безнадежная попытка отчаянной мести россиян ну серьезно сегодня по киеву прилетело 29 ракет х 101 и еще две баллистические ракеты мы точно не знаем кинжал или искандер или одна из них кинжал другая искандер все 31 ракета были сбиты все но вот кто так атакует киев серьезно вспомните как раньше россияне атаковали комплексная атака одновременно идет обычно было как что одновременно идут эти беспилотники да сначала партии беспилотников много раз два три 4 5 6 там со всех сторон тогда включается наш пво тогда начинают запускать ракеты но разных типов есть х 101 есть х-22 старые которые очень быстрые потом они запускают партиями вот эти кинжалы а тут два раза две по одной штуке с перерывом и при этом все только на киев то есть нет нет такого массового что по всем городам украины чтобы наше пво не знало куда атаковать и что делать и на кого охотиться мне кажется по секрет просто что произошло рассказываю но это моя такая псевдовоенная аналитика от шательмана да простят меня военные специалисты но как говорится знаете есть уже насмотренность за время войны за время войны уже привыкаешь смотришь изучаешь сам сопоставляешь математически чисто факты и ну мне кажется то что сейчас скажу с высокой долей окажется правда все-таки 757 у нас день войны сегодня и так в прошлых атаках когда были такие атаки задействовали обычно россияне ну штук 40 как минимум беспилотников и штук скажем 80 70 80 ракет били по разным городам и все это в определенном порядке сейчас все ракеты одновременно плюс две баллистические мне кажется что это была неподготовленная месть они не знают россияне что месть надо подавать холодной что поспешишь людей насмешишь они не знают это было плохо медленно подготовленного вернее быстро слишком подготовленные месть за что месть за то что прошлой ночью то есть за сутки до этого обстрела киева мы разбомбили аэродром в энгельсе мы не знаем еще результатов этой бомбардировки нашими беспилотниками аэродрома в энгельсе но могли бы там поубивать летчиков покрошить какие-то их самолеты что там было не знаю могли всякое им это не понравилось и командующий дальнобойной этой самой авиации человек который кстати в розыске его гага объявила в розыск за военные преступления ритмы отомстим и месть наше будет страшно но сложные ракеты с рыбким топливом за сутки не зарядишь не зарядишь время нужно на это поэтому этих х-22 не было дальше кинжалов видимо много видимо тут я предположу видимо много за один день тоже не организуешь поэтому было две штуки но вот две штуки и выстрелили ну в смысле надо организовать же самолеты каждый самолет несет всего один кинжал и так далее а дальше а почему назад что можно можно ха-101 их можно быстро да твердотопливные подвесили полетели запустили что они и сделали а почему не было дронов а потому что нечем координировать было эту атаку это все мои догадки простите меня сейчас со мной будут спорить военные специалисты может быть ну простите давайте я вот выскажу свою версию спорте опровергайте доказывайте что это неправильно но наш спикер ввс тогда еще был игнат который не до недавно уволенный он говорил нам рассказывал что россияне после того как мы сбили два их а-50 так и не смогли пока восстановить боевое дежурство регулярные вот этих радиолокационных самолетов а-50 над азовским морем над азовским на черном море пока не смогли и до вчерашнего дня нам другого не сообщали значит я исхожу из того что на вчерашний момент на вчерашний вечер этих самолетов в небе не было а чтобы управлять сложной атакой в которой есть и дроны и ракеты нужно что делать они запускают дроны летит а-50 и снимает сигнал мы включаем локаторы чтобы находить эти дроны и ракеты они видят где этот самый сигнал и они на свои ракеты самолет посылают сигнал что дескать там вот это надо облететь потому что здесь локатор здесь локатор здесь локатор надо облетать вот так так и так и вот всей этой возможности у них не было поэтому они без всяких дронов одними ракеты называется ломанулись на пролом обычно такие видосики появляются в интернете в разделе кошечки и собачки когда какая-нибудь не знаю кошечка решила с разбегу там открыть какой-нибудь дверь ударилась упала смешно лапками вверх и подписывается это было это была зачетная попытка чувак вот то что делали сегодня россияне это была зачетная попытка чуваки просто делайте так и дальше нам будет приятно сбивать ваши ракеты учитывая что ваша попытка мести непродуманная обошлось вам в 300 миллионов долларов и в 29 дорогих ракет х101 мы в принципе довольны но конечно мы довольны только благодаря героической работе наших пвоор потому что наши люди из пво сбили все абсолютно ракеты это блестящий результат спасибо большое благодарен очень вооруженным силам украины за то что утром проснулся и что у нас в киеве все оказались живы да есть раненые около 10 по моему раненых настоящий момент в киеве ну 13 пострадавших выбитые окна сожженные автомобили это все есть это правда 13 13 извините раненых 6 святошинском районе 6 7 шевченковском четверо попали в больницы погибших нет ну горела крыша нежилого двухэтажного здания возгорание на трансформаторной подстанции поврежден многоэтажный жилой дом взрывной волной выбиты окна возгорание квартиры сгорели три автомобиля в общем честно за обломки упали на четвертый этаж девятиэтажки тоже было дело но за 300 миллионов долларов пусть они все время так стараются шоп они всегда нам так воевали как говорится и интересно что как это главная судья криминального суда международного в гааде она дала только что прямо этой же ночью ночью наши нашей бомбежки она дала интервью к ее зовут тамоко акканы а дала на интервью киода news японскому изданию видимо она сама японка которым она сказала тоже поговорочку только не посмешишь людей насмешишь и не про месть надо подавать холодный а она выступила с поговоркой месть небес медленная но верная но она это сказала естественно не про наш удар по энгельсу а про путина владимира ибн владимировича месть небес медленная но верная мне кажется это японская женщина тамоко акканы которую россияне кстати объявили в розыск у себя глава международного суда выдавший ордер на арест путина что-то знает про месть небес там в японии вообще небо очень близко и там ты начинаешь знать что месть небес медленная но верно церкви не вчера все было не так радужно совершенно вчера днем россияне нанесли удар по харькову ракетный удар по харькову я так понимаю что это были уже баллистические ракеты с 300 и там погибло пять человек еще девять человек были ранены все это происходило седьмого дня в 14 в 1406 помню 1406 все это случилось вот попали в типографию обычно типография типография разрушена погибли люди которые работали в этой типографии рядом еще цех по производству мебели и лакокрасочной продукции туда тоже попали то есть такая некая промзона я так понимаю там погибли люди естественно ни в чем не виновные не военные никакие украина будет еще более метко отвечать сказал зеленский об ударе по харькову еще более метко отвечать наш харьков сказал зеленский уже более двух лет харьков и область подвергаются страшным российским ударом разрушена ракетами салтовка простите опять из неправильного дарения повреждены другие районы улицы города разрушены села и городки в области сегодня очередной удар россии по харькову ни на что не способны повлиять кроме того что украина еще более принципиально и точно будет отвечать ну и дальше зеленский обратился к нашим западным партнерам вот все это все это должны осознавать харькову нужно достаточно с тем пвос умщине нужно пвос черниговщине всем нашим регионам которые страдают от российского террора нужны защитные системы которые есть у партнеров ну в этом случае зеленский уже обещал нашу месть но наша месть будет холодной мы не собираемся бросаться на обум и прям сегодня запускать кучу беспилотников чтобы отомстить за харьков я думаю на этой неделе мы увидим еще какой-нибудь красивый мощный по-настоящему удар именно по российским военным объектам ну или в объектам которые помогают войне таким как нефтеперерабатывающие заводы о них я сегодня еще кое-что скажу нас похоже с вами смотрит в блумберге и комментируют комментируют нас в общем сегодня наше сердце с харьковчанами у которых есть погибшие я бы сказал что еще с киевлянами но я сам киевляне сейчас поэтому это нелогично такое говорить но спасибо всем кто побеспокоился обо мне мне написали письма и кстати письма мне пишут из-за границы ночью прямо когда нас бомбят из других регионов украина тоже пишут мне люди прямо что увы и как живы и не жив вашими молитвами и буду еще более жив если вы подпишетесь прямо сейчас на канал штриман все-таки за последние сутки удалось очередной тысяч подписчиков наскрести 308 наскрести почему объясню почему я так выражаюсь 389 тысяч подписчиков 11000 не хватает мне до 400 а до конца месяца осталось 10 дней 11 тысяч 10 дней то есть карабку есть чтобы может быть успеть а может быть не успеть пожалуйста подпишитесь если вы еще не подписаны на канал штриман сделайте мне приятно чтобы мне было приятнее просыпаться по утрам и узнавать что все мы живы подпишитесь поставьте лайк 750 россиян за последние сутки выведены из строя на фронте 4 танка 16 бтр в 26 артиллерийских орудий одна реактивная система залпового огня ну почему основные бои сейчас идут я знаю что мне когда поправили меня вчера что на самом деле бои на донбассе конечно продолжаются я не говорю что не продолжаются я сказал снижение интенсивности что не означает что их нет они есть россияне атакуют да атакуют но просто по этим цифрам видно что интенсивно снизилась примерно в два раза по сравнению с пиковым периодом но война теперь идет и в белгороде вот это приятно война идет на территории белгородской народной республики во первых сегодня кто-то да я не знаю кто стреляет по белгороду у меня не спрашивайте это не с меня спрос кто-то стреляет видимо российские добровольцы которые призвали всех эвакуироваться кстати у нас есть на канале штриман подписчики из белгорода белгородчины которые поддержат украину и вам я желаю того же что честным жителям украины если вы поддержите украину вам надо прятаться эвакуироваться обязательно из белгорода потому что ну и тут бои ничего не поделаешь прячьтесь пожалуйста берегите там себя если вы за украину если вы против украины то не берегите пока что вот такая случилась символическая месть не настоящий я уверен что никто этим специально не занимался но попали в белгород арену это такой стадион я так понимаю городской главный стадион белгород красивый такой я посмотрел на фотографию но это такая мини месть видимо за донбасс арену похожее название помните арт обстрел донбасс арены и вот вам арт обстрел белгород арены все оно рядом и все одно вот так и вообще война симметрично приходит на белгородскую землю очень как-то все это узнаваемо какие-то события эмоции людей то что сейчас происходит в белгороде я прямо иногда узнаю то что происходило у нас начале войны тот же уровень какой-то паники неразберихи и так далее отдельно кстати сначала сейчас мы перейдем к этому я хочу обсудить большую статью которая вышла сегодня в новая газета европа на эту тему на тему белгородчины у нас же нет наших сведений тут наша разведка много нам не расскажет а вот российские журналисты как раз вот здесь от них есть помощь кстати вот хороший факт найти есть российские журналисты либеральные которые посчитали возможным из россии как они считают все либеральные посчитались возможно поехать из россии в мариуполь освещать что там в мариуполе или на донбассе я напоминаю всем таким журналистам что это преступление что после войны мы вас поймаем и будем судить обязательно в украине посадим в тюрьму обязательно за это так незаконное пересечение границы украины во время действия военно положения даже с благими целями это как минимум там лет пять слэш восемь смотря ночевали вы там или нет не надо оправдываться тем что я журналист вас никто не приглашал в украину журналист должен аккредитоваться получить разрешение на въезд и так далее вы этого не сделали вы пришли с оккупационной армии в это же время от российских журналистов может быть и польза российские журналисты которые ездят по белгородчине собирают там свидетельства и помогают нам ответить на вопрос изменились там настроение или нет меня очень часто прям в эфирах спрашивают многие журналисты ну как наши украинские журналисты как в белгородчине сейчас изменились настроение сейчас там уже против путина или нет я каждый раз говорю я-то откуда знаю я там не было никогда в жизни в белгородчине не был вообще ни на куршине ни на брянщине ни на белгородчине ни на воронеже не вот ни разу не бывал в ростове один день был когда-то своей жизнью 100 лет назад это было а во всех вот этих регионах вообще просто не был никогда поэтому буду сейчас опираться на них но сначала одна коротенькая новость и белгородчина тоже поймали значит там вот эти ребята из легиона свободы россии извините это собирает на образ у меня короче из русских добровольческих батальонов тоже не знаю кто из них поймали русского офицера взяли в плен и вот сегодня были кадры его допроса допрашивать этого русского офицера и у него в частности спросили а какое население у россии ну сколько населения россии знает спокойно ответил миллиард человек русский офицер ну прям русский офицер бывшему не бывает называется то есть что там что там как говорит их путин начальник он говорит вот такое говорил просто говорят про Я в этом не силен, политикой не интересуюсь. Миллиард у него. Он китаец, видимо. Он думает, что он китаец. У него мания величия, он думает, что он китаец. Или что он индус. Так вот, перехожу к статье. Ладно, там весь остальной допрос пересказывать не буду. Найдете, посмотрите. Перехожу к этой статье. Название для начала зачитаю, но полностью не могу, потому что мы на Ютьюбе. То, что можно писать в новой газете Европы, нельзя произносить вслух на Ютьюбе. Цитата из какого-то жителя Белгородчины. Для Украины мы теперь главные путинисты, а для России халы и беженцы. Ну, халы не в смысле ху-лы, а хо-лы. Хо-лы и беженцы. Для Украины мы теперь главные путинисты, а для России халы и беженцы. Вот так заявил житель Белгородчины. В общем, там побывал журналист новой газеты Европа, что он описывает. Все целы, самый распространенный вопрос в местных чатах после обстрелов. О, узнаете наши украинские чаты после обстрелов. Тот же вопрос, все целы и так далее. Но сейчас все уже немножко по-другому получают информацию, но в начале войны просто ровно так и было. Это стало обыденностью. Сирена, прилет, попытка узнать, кто пострадал, не попал ли в кого из близких. Если все живы, значит можно выдохнуть до следующей тревоги. Узнаете Харьков себя? Я думаю, что узнает себя Харьков в этой ситуации абсолютно. Вот теперь Белгород живет точно так же. Иногда в чатах пишут люди из других регионов. Они не слышали залпов. РСЗО не видели в небе ПВО, не ходили по разрушенному родному району. Они не понимают, как это. Их вопросы и реплики выглядят наивными. Им кажется, что никогда такого не будет, чтобы пришлось спрашивать друзей, живы ли они. Им кажется, что разрушенные города бывают только в кино или в новостях с новых территорий. А вот это уже не так, как у нас. У нас сразу вся Украина в один день, 24 февраля 2022 года, узнала, что такое война. Потому что сразу по всем городам все одновременно и полетело. За последний день в Белгородской области от обстрелов погибло уже больше 10 человек. Всего 128 мирных жителей погибло за время войны в Белгородчине. Ну, у нас любой город может, да, статистикой, к сожалению, с Белгородчиной помериться. Ну, дальше написано какие-то случаи. Кого как убили, кого как не убили. Где достать еду в это время, узнаю, Киев, 22-й год, март. Где достать еду, в каком магазине что есть, в какой зачем идти. Все ровно об этом и было. Где ходит такси, где не ходит такси. Или вот во время обстрела я просто спокойно от окна отхожу, выхожу в коридор, постою, помолюсь немного, хотя бы не в наш дом в этот раз прилетело, и не у нас вылетели стекла. И это все говорит Аня. Аня из Белгорода говорит это. Но у нас любая Аня из Киева вам расскажет примерно то же самое. Потому что прошло время некоторое, и у нас тоже реагируют на обстрелы примерно таким же способом очень-очень многие. Я это не приветствую, всех призываю прятаться по-настоящему. Вот сегодняшний обстрел. Да, ПВО сбило все. Но посмотрите, какие куски прилетели, если машины сгорели, квартиры сгорели. Значит, не надо около окон стоять. Надо стоять за стенами и беречь себя. А дальше вот пошел разговор об реакции. Той самый разговор, который у меня все время спрашивают, как реагируют жители Белгородчина. Значит, белгородцы просто становятся очень злыми, потому что не видят какой-то реакции от федеральных властей, не видят реакции от других россиян, рассказывает местная жительница. Ну вот наши жители оставляют комментарии под постами в каких-то федеральных СМИ о том, что вот помогите Белгороду, помогите городу. И другие россияне этим людям в комментариях отвечают, что это все не так, что они вот эти комментаторы из Белгорода, что они и псошники. То есть, что это фейк все. То есть, белгородцы пишут в федеральных СМИ, помогите, 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 а им другие россияне из других регионов, да вы агенты охранки украинской и так далее, и так далее. Что ничего такого вообще там у вас в Белгороде нет. И белгородцы, как выяснилось, обижаются. Значит, среди моих знакомых, цитирую я эту девушку из Белгорода, которые за Путина голосовали, стали появляться настроение в стиле «Путин нас бросил, власти нас бросили, и всем все равно». Вот. Значит, пока до Москвы не долетит, всем это будет по «ммм», говорит там один из жителей Белгородчины. Ну что ж, действительно, так и будет, так и будет, так и будет, так и будет. Вот. Теперь вот война, и для всех почему-то виноват в ней Белгород, город, который точно не хотел войны, заявляют жители Белгородчины. Украинцы считают нас врагами из-за идиотов, радующихся вылетом, запуском ракет. То есть есть у вас все-таки идиоты, есть у вас все-таки вылет, видите? Хотя у горожан-то другое было, по правде сказать, настроение, но сесть-то в тюрьму никто не хочет. Это в Белгороде. Рассказ белгородцев. А так у нас столько пикетчиков было, столько акций, ни у кого так не было. А главные путинисты для украинцев теперь мы. Ну, вам не повезло, уважаемые жители Белгородчины, вы просто рядом. Вы попались нам под руку, потому что вы рядом. Была бы, конечно, для нас, москвичей, гораздо более лакомая цель, ну, так уж получилось, чем белгородцы. И их мы считаем гораздо больше виновными в войне, чем белгородцев. Вы так уж про нас не думайте. А для России, вот тут самое интересное начинается, а для России, это я цитирую того же человека, а для России мы вот эти хо, пробел, лы, и беженцы, которые теперь рабочие места отнимут. То есть для россиян, белгородцы, это люди, приехавшие как бы с Украины, отобрать их рабочие места, гастрбайтеры, беженцы и так далее. Вот в такие виллы попали эти люди. Да. Вот в такие виллы попали эти люди. Вот такие у них теперь настроения. Но зато Путин ими восхищается. Путин восхищается жителям Белгорода. Он прямо так сказал. Я восхищаюсь жителям Белгорода, которые вынуждены выживать под обстрелами. Восхищается он. И весь зал, это он сказал вчера, что он восхищается, весь зал встал и стал аплодировать. Встал и стал аплодировать Путину, потому что он восхищается. Королева в восхищении. Мы в восхищении. А газета Билд немецкая тем временем сообщила, что Россия бомбит села в Белгородской области в ответ на атаку вот этих русских добровольческих батальонов. Кстати, Путин, как выяснилось, я где-то пропустил это, но он, как выяснилось, сравнил их с власовцами. Он сказал, что вот эти люди, которые напали, это просто власовцы. То есть он впервые признал, что русские добровольческие батальоны – это русские, что это русские воюют с русскими, что это гражданская война. Он признал это впервые. Власов, напомню, это русский генерал, который в свое время воевал на стороне немцев во Второй мировой войне. Вот, а Билд показывает авиаудары ФАБами, то есть управляемыми авиабомбами, ФАБ-500, с истребителями бомбардировщиков, которые нанесены по селу Козинка, куда зашли вот эти российские добровольцы. Причем зашли-то они на одну улицу, а разбомбили, в черте, все село этими ФАБами-500. Ну что я могу сказать? Как минимум, об этом сообщает, кстати, немецкий знаменитый военный обозреватель Юлиан Репке и выкладывает видео. Как минимум, мы должны быть благодарны русскому добровольческому корпусу, что он принял эти ФАБы на себя, и они не прилетели на сумщину. Кстати, интересно, что пока я снимаю это видео, я ведь одним глазом смотрю в камеру, другим подсматриваю новости в это время, которые передают, а третьим смотрю на шитер-монометр, на котором по-прежнему 389 тысяч подписчиков. Вы подпишитесь, пожалуйста, и поставьте лайк. Но тот глаз, который смотрит на новости, увидел следующее, что Легион Свобода России на пресс-конференции сегодня сообщил, что атака по Белгороду, сегодняшняя атака по Белгороду, вот в которой, видимо, в рамках которой Белгород-арена и пострадала, была осуществлена в отместку за ночную атаку на Киев. Вау, ничего себе у нас союзники, да? То есть Россия бомбит Киев откуда-то там, из Мурманской и Энгельса, а в это время россияне, россияне из Легиона Свободная Россия, но россияне в хорошем смысле этого слова, обстреливают в ответ Белгород-арену. Вот, они, кстати, не раз советовали всем жителям Белгорода и Белгородщины покинуть город и область, потому что воевать они там продолжат. И вот только что тоже власти российского Грайворона призвали выезжать из Белгородской области. Глава российского Грайворонского городского округа призвал покинуть приграничные населенные пункты. Вот, значит, он написал об этом все в Телеграме. Обращаюсь к тем, кто остается в приграничных населенных пунктах городского округа. Ситуация продолжает остаться напряженной. Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть приграничные территории. Еще раз повторюсь, что это касается только приграничных населенных пунктов. Но и это еще не все. После того, как он опубликовал это сообщение, он его тут же и удалил. Видимо, потому что услышал, что, оказывается, президент-то Путин восхищается жителями Белгорода, которые никуда не уехали. А он, понимаешь, падла, да, как местный руководитель приказал всем, ну, предложил всем срочно эвакуироваться, потому что защитить Путин никого не может. Интересно. Интересно, девки пляшут в Белгородской области. Вот, надо продолжить частушку. Конкурс. Кто сможет продолжить? Интересно, девки пляшут в Белгородской области. В общем, ротовой у полости. Не знаю, продолжите сами. У меня нет, наверное, следующих слов для этой замечательной песни, которую мог бы спеть Родион Газманов, или как Олег Газманов, которого теперь преподают в школе, или певец. Певец. Шаман. Все, к большой политике, вот от этих белгородских дел, к большой политике, Майк Джонсон, Майк, 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 повторяю, правильно называемый, Майк Джонсон, пообещал не медлить с помощью Украине. Мы не можем позволить террористам и тиранам шагать по миру, внеожиданно заявил спикер палаты представителей США, Майк Джонсон. Он сказал следующее. Приоритетом Конгресса является согласование бюджета правительства на 2024 год, а поскольку этот вопрос уже почти решен, это слова Майка Джонсона, то к пакету помощи Украине и партнерам перейдут уже в ближайшее время. Он давал себе пресс-конференцию голосу Америки. Вернее, нет, голос Америки рассказывает, конечно же, о его пресс-конференции. После решения бюджетных вопросов переведем внимание на дополнительную помощь американским союзникам и не будем с этим медлить. При этом Конгресс должен, как я вас предупреждал уже, принять бюджет 22 марта, до 22 марта, то есть осталось-то у них сегодня-завтра. Все. Сегодня и завтра. Заш, иначе шатдаун. Дальше. По словам Джонсона, бюджетные вопросы уже практически согласованы и должны быть проголосованы на этой неделе, хотя этому предшествовали суровые переговоры. После 22 марта, правда, в заседаниях палат-представителей начинается двухнедельный перерыв. Но тут прямо как назло. Вот они, сколько можно жрать индюшку? Я не знаю. Нам надо срочно наложить санкции на поставку индюшки в США, хотя они сами выращивают, да? Потому что опять у них какой-то праздник. Видимо, Пасха теперь католическая начинается или еще что-нибудь, я уж не знаю. И у них снова на две недели перекур. У вас в Пекине мрачная погода, у нас в Тамбове на заводе перекур. Мы пишем вам с Тамбовского завода любителей опасных авантюр. Тем, что вы договор не подписали, вы причинили всем народам боль и, извращая факты, доказали, что вам дороже генерал Деголь. Пел когда-то Владимир Высоцкий сто лет назад на старинном, в моем бобинном магнитофоне. Вот. В общем, теперь, да, скорее всего, они выйдут из отпуска 8 апреля в понедельник. Но не вот это, 8 в понедельник. И, как говорит Джонсон, будут голосовать за вот этот пакет помощи Украину, Израилю и Тайванию. Сейчас речь не идет о механизме финансирования конкретно Украины, говорит Джонсон. То есть, смотрите, все обратно еще раз откатилось. Сначала Джонсон, как вы помните, говорил, что не-не-не, будет мой личный законопроект вообще другой. А сейчас он снова про тот, который Сенат провел голосовол. Мы говорим обо всем пакете, дополнительного финансирования для партнеров. Я думаю, что в сознании многих людей есть большая разница между летальной помощью для Украины и гуманитарной составляющей. Также сейчас много обсуждают, это я цитирую все еще Джонсона, репа-акт. Видимо, репка-акт. Как тянут, подтянут, вытянуть не могут законопроект. Законопроект, который позволит использовать конфискованные активы российских олигархов и таким образом частично оплачивать помощь Украине. Кроме того, обсуждается концепция предоставления помощи в кредит. Среди законодателей сейчас много очень вдумчивой, целенаправленной работы и обсуждения этого вопроса. Понимаем роль, которую играет Америка в мире, понимаем важность послать миру мощный сигнал о том, что мы поддерживаем наших союзников и не можем позволить террористам и тиранам шагать по миру. Блин, ну честно, они меня уже все утомили этим, но так хочется, чтобы наконец оказалось правдой вот эта речь Майка Джонсона, что может действительно, может действительно они увидели, что у Трампа рейтинг вот так прямо как наши эти, как наши беспилотники по Энгельсу. Рейтинг Трампа набрал вот такую же, прямо идет по тому же маршруту, что наши беспилотники по Энгельсу. И поэтому он решил выделить нам все-таки помощь, ну проголосовать ее. Ну как видите, 22 марта нам надо, чтобы они приняли бюджет, а 8 апреля, чтобы они уже, хотя может они и раньше успеют. Посмотрим. Это не он называл дату 8 апреля, это я сразу говорю. Он просто сказал, что мы сразу после бюджета. Про перерыв это уже американские политологи. Ну а к нам приехал, к нам приехал Джейк Салливан, дорогой человек, который в начале войны многие подозревали чуть ли не в сотрудничестве с российским режимом. Но он приехал в Киев, приехал в Киев и сказал, что мы добьемся одобрения помощи Украины, помощи Украине, сказал Салливан, представитель Белого дома. Говорит, верьте в Соединенные Штаты. Хочется ответить Салливану, что знаете ли, вы вообще-то собирались принять этот пакет помощи Украине в ноябре, насколько я понимаю. Декабрь, январь, март, апрель. Пять месяцев пройдет с момента, как вы решили это все сделать. Правильно? Поэтому верим мы в СУ, верим мы в Залужного и верим мы еще немножко в Сырского теперь. А в Соединенные Штаты мы сейчас сомневаемся. Вы должны как-то себя доказать. Вот как в СУ себя доказали Залужный, Сырский, теперь вы докажите, что вы Соединенные Штаты по-прежнему. Что вы по-прежнему штаты, а не штаны. Что вы по-прежнему действительно каким-то образом соединенные. Я здесь сегодня, чтобы сказать, что мы верим в вас. Это он в нас, в смысле Салливан. Мы верим, что вы победите. Мы верим, что вы построите светлое будущее для украинского народа. Более сильную, демократическую, устойчивую, безопасную страну, которая сможет отражить будущую агрессию. И мы будем вашим партнером на каждом этапе пути. Я здесь в Киеве, чтобы сказать, что вы должны верить в США. Мы стояли на вашей стороне с самого начала этой войны. Мы оказали огромную поддержку и будем продолжать делать это ежедневно всеми доступными нам способами. Я знаю, что здесь есть вопросы и заколебания в нашем Конгрессе в течение месяцев. Вот я посчитал даже скольки, да? Которые прошли без принятия дополнительного законопроекта пакета помощи, на который вы действительно заслуживаете и который президент Байден борется каждый день. На наш взгляд, мы уверены, что добьемся этого, сказал Салливан. Ну, теперь мы, получается, должны верить в СУ, верить в Залужного, верить в Сырского, верить в Майка Джонсона, что он нас не обманет с этим пакетом, и верить в Салливана и в Соединенные Штаты Америки. Много веры должно быть в наших сердцах для того, чтобы так и было. Пока мы, как-то, знаете, из-за войны привыкли верить скорее в конкретику, в дела, а не в то, что там кто-то там чего-то. А конкретика такая. Испания готовится передать нам новую партию Леопардов-2 в количестве 19 штук. Причем там такая Санта-Барбара произошла. Я сейчас не в переносном смысле. Санта-Барбара не в смысле с сериалом. Дело в том, что завод называется Санта-Барбара Системос в городе Алькало де Гвадаяр. Алькало де Гвадаяр. Вокруг Севилии есть Алькало де Гвадаяр и там завод, который называется Санта-Барбара Системос. Санта-Барбара Системос. Санта-Барбара Системос. Это по-испански. Так вот, на заводе Санта-Барбара Системос будут доведены до ума 19 Леопард 2А4. Это я не Каспарова вспоминаю, а 2А4, Е2А4. В смысле, он так называется. Леопард 2А4. Вот. Поставка будет осуществлена двумя партиями. 10 танков до конца июня, еще 9 в сентябре. Такое распоряжение отдал глава испанского правительства Педро Санчес, который вместе с министром обороны Маргаритой Раблес встретился с представителями вот этих, собственно, компаний. Санчес подтвердил решительное осуждение правительством агрессии России против Украины. И в этом контексте будет происходить поставка. Дело в том, что раньше, когда начались все еще только разговоры о поставке нам леопарды в 2А4 из Испании, то тогда Раблес, министр обороны, она говорила, что эти леопарды, которые там стоят на складе в кассетосе, они в плачевном состоянии. Но в прошлый раз, в прошлой партии вот этот завод Санта-Барбара Система, Санта-Барбара Система справился. И прошлая партия была поставлена нам. Теперь ожидается повторение операции, но вдвое больше машин, чем в прошлый раз. То есть в прошлый раз было 10, сейчас 19. Санчес, кстати, приказал подготовить их к отправке в конце июня, потому что он собирается на саммит НАТО, который будет 9 июля, и хочет, чтобы к этому моменту танки были в Украине. Леопарды 2, так сказать, поток Леопарды 2 в нашу страну не останавливается. Нидерландам, мы верим, которые выдали 350 миллионов на закупку боеприпасов и дронов. Из них, значит, 150 миллионов, это на закупку боеприпасов по чешской схеме Петра Павла, который где-то в неизвестном нам источнике на юге этого планеты, в южном полушарии, если смотреть на глобус, видимо, хотя не знаю, короче, на юге где-то закупает эти снаряды. 150 миллионов евро выделили Нидерланды. Еще 200 миллионов выделено евро на беспилотники и на ракеты класса воздух-земля для истребителей F-16, потому что Нидерланды, как вы знаете, передают нам эти самые истребители, прямо сейчас отправляют их уже в Румынию, и для того, чтобы перед отправкой закупают для них ракеты, с которыми эти F-16 к нам прилетят. Скоро уже в солнечном нашем небе, сейчас на небе вместо русских ракет как раз солнце сияет, скоро у нас будут еще и F-16 с этими самыми новыми закупленными нидерландцами, голландцами, ракетами. Спасибо тебе, Голландия. Вашингтон пост, в свою очередь, сообщает, что Украина сама не лыком сшита, и что в этом году мы уже потратим на производство, внутреннее производство вооружений 5 миллиардов долларов. Сумма абсолютно нереальная, фантастическая, если сравнивать наш нас с довоенными временами. Сколь, на какую сумму Украина производила вооружение до войны? У меня нет статистики, но насколько я помню, все наши военные расходы составляли 5 миллиардов долларов в год, плюс-минус. Но это все. Это включая там еду для военных. То есть на производство вооружений, я уверен, тратились максимум сотни миллионов долларов. В этом году 5 миллиардов на внутреннее производство. Кстати, в 2023 году оно выросло в 3 раза по сравнению с 2022, а сейчас ожидается, что оно увеличится в 6 раз. То есть получается в 18 раз всего. Значит, ответ, видите, я просто не дочитал, а уже начал вам рассказывать. То есть обратным счетом получается, что раньше у нас было примерно 300 миллионов мы тратили, а сейчас мы потратим 5 миллиардов на производство вооружений. По беспилотникам мы уже производим 90% от всех необходимых нам потребностей. Среди беспилотников, причем есть и беспилотники дальнего действия и морские дроны. Производим собственные минометные артиллерийские снаряды советского калибра. Со второй половины этого года будем производить снаряды соответственно НАТОвского стандарта 155 миллиметров. Что еще? Производство ракеты. Вот министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что Украина развернула производство ракеты с дальностью 10-650 километров. Вот. То есть вы не хотите давать нам Таурусы? А вы точно уверены? А может все-таки лучше Таурусами мы этот мост, чем мы своими ракетами 650 километров? Товарища Шольца смущала, что мы ударим по Москве? Таурусы спорно доставали по Москве, а наши ракеты с дальностью 10-650 километров до Москвы таки достают, как вы догадываетесь. Также разрабатывают системы ПВО высокоточные ракеты, подобные американским Хаймарс. Вот такие у нас дела. Ну а тем временем на оккупированных территориях бесчинствуют россияне. Вот в Мариуполе сегодня они задержали по подозрению в оправдании терроризма двух жителей Мариуполя за то, что те публиковали посты в соцсетях, поддерживающие украинские удары по Крымскому мосту в 2023 году. Как они называют это? Ну, россияне, ФСБшники называют направленное на оправдание террористической деятельности одной из запрещенных украинских неонацистских организаций, а также теракта на Крымском мосту в 2023 году. Возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма, максимальное наказание 7 лет лишения свободы. Напомню, во-первых, что это военное преступление россиян. Ну вот арест гражданских людей за такие посты в соцсетях это военное преступление. Те, кто принимал участие в этих арестах, тоже окажутся в конце концов на скамье подсудимых в обязательном порядке. Вот. Но тем жителям Мариуполя, которые думают так же, как эти двое, а таких жителей в Мариуполе десятки, а, наверное, сотни тысяч. Честно вам скажу про украинских абсолютно людей. Ребята, осторожно. Мы с вами, вы с нами. Смотрите Шетельман за сегодня. Ставьте лайки. Но, а нет, лайки даже, можете лайки даже не ставить. Если вы в Мариуполе, простите, не ставьте лайки. Не пишите комментарии в соцсетях. Берегите себя для победы. Когда наши войска будут заходить в Мариуполь украинские, то вот вы лучше радостно встречайте украинские войска с флагами и так далее. Флаги у вас, я уверен, припрятаны. Сейчас берегите себя от таких вот случаев, как арест россиянами. Будьте осторожны. Кстати, вот теперь забавно, это была трагичная новость, а теперь забавная новость. Одновременно с этим, что произошло, значит, МВД России, МВД, объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана. Том Роган, мы уже не помним, кто это такой, я бы тоже не вспомнил его фамилию, но я помню его поступок. В 2018 году, то есть 6 лет назад, за 4 года до полномасштабной войны, Том Роган написал колонку, не бензоколонку, а текстовую колонку, в газете «Вашингтон экземайнер», и он предложил украинской армии нанести удар по Крымскому мосту, разрушить Крымский мост. Это написал Том Роган. И он оказался единственным американским журналистом, который публично это предложил. Тогда у меня в Киеве были дискуссии на эту тему, я помню, прям помню людей, с которыми были дискуссии, с украинцами в смысле. И мне некоторые товарищи доказывали, что это неправильно, он говорит, что нельзя нам наносить удар по Крымскому мосту, ведь иначе начнется война. Как-то война и так началась. Только тогда можно было уничтожить мост. Война и так началась. Только началась уже с мостом, по которому они перегнали кучу техники, из-за которой погибла потом куча людей. Так что Том Роган был прав, а все его критики были неправы, критики на Западе и критики в Украине. Россияне тогда обрушились просто на этого Тома Рогана еще тогда, но тогда у них был другой, как говорится, другой порядок жизни внутри России. Тогда еще не объявляли за такие вещи в розыск. А типа пожурили на уровне МИДа этого самого Тома Рогана. А Том Роган в своей статье назвал возмутительным оскорблением Украины как государства сам факт существования Крымского моста. Он заявил, что ВСУ могут осуществить воздушный удар по мосту таким образом, чтобы сделать его по крайней мере временно непригодным для использования. И тогда пресс-секретарь Песков сказал, это можно оценивать как безумие. Что безумного? Тут смотрите, наносим, так что все с головой все в порядке, кроме самого Пескова. А теперь они сначала внесли его в реестр террористов и экстремистов за то, что он предложил в 2018 году. А теперь объявили в розыск. Ну смешно, да? Такая доходит как до жирафов называется. Тогда они ничего не решили сделать, а сейчас и в розыск, и в реестр экстремистов шесть лет спустя. То есть шесть лет назад человек предложил абсолютно дельную законную вещь уничтожить срочно Крымский мост. Сегодня его объявили за это в розыск. Вот, кстати, кого убрали из розыска, это обидно. Ну не из розыска, а из санкций. Вчера Евросоюз почему-то исключил из списка подсанкционных людей Никиту Мазепина. Никита Мазепин, он автогонщик Формулы-1 бывший, но его отец, его не за то, что он плохо на поворотах или медленно педстоп проходил, или там Мальбор рекламировал, нет. Его внесли в санкционный список, потому что его отец торгует какими-то, по-моему, удобрениями. Точно я не знаю, чем, но, по-моему, удобрениями. Мазепин, короче. И логично, что через сын потратил деньги на эту Формулу-1. И вдруг его убирают из санкций. Я все время переживаю, когда кого-то там типа Воложа убрали из санкций, вот теперь Никиту Мазепина убрали из санкций. Когда убирают из санкций того, кто выступал, помогал этой войне, мне прямо это странно. Когда убирают из санкций человека типа Олега Тинькова, который сразу выступил против войны, it's ok. Но когда человека, который поддерживал и на деле какими-то делами, это странные вещи. Странные. Но, к счастью, это такие капли в море все эти отмены санкций. А так-то санкции усиливаются на счастье нам и на горе Российской Федерации и Российской экономики. Значит, компании из Индии отказываются от импорта нефти через Совкомфлот. То есть, через самый большой Совкомфлот, это самая большая, как сказать, господи, самый большой флот, извините, танкерный флот в России. Он месяц назад попал под санкции США. Ровно месяц назад, 24 апреля, 23-го это было опубликовано, были введены санкции в связи со второй годовщиной войны и в связи с убийством Навального. И вот среди подсанкционных американских санкций оказался Совкомфлот, у которого танкеры. Танкеров у них 14 штук и они попали под блокирующие санкции США. И теперь индийская энергокомпания Reliance Industries, которая в основном закупает российскую нефть, отказалась получать нефть через вот эти танкеры, потому что поняла, что попадет под раздачу, то есть под вторичные санкции. А этот Совкомфлот обслуживает проекты Сахалин-1, Сахалин-2, Ямал-СПГ, Арктик-СПГ-2 и другие. Сочи Трелайнс она перерабатывает эту нефть, то есть она получает нефть от России, перерабатывает в полимеры, но теперь она и не будет получать, потому что россиянам возить станет, надеюсь, постепенно нечем. Это приятный удар по российской экономике. Другие индийские нефтеперерабочники также намерены отказаться от использования танкеров Совкомфлота. Потому что они проявляют теперь особую осторожность из-за ужесточения контроля со стороны США за сделками с российской нефтью, хотят избежать участия в них компаний, которые котнули санкции. Мы предпочитаем, чтобы нефтедобывающие предприятия не брали нефть с судов, на которые наложены санкции, из-за наших политических коммерческих интересов и санкций США, заявил источник в правительстве Индии. Вот. Ну, кстати, в догоночку этому сегодня Блумберг написал статью небольшую как раз на нашу тему. Помните, мы с вами подсчитывали, сколько потеряла Россия нефтепереработки сама, своей, благодаря нашим ударам по ее инфраструктуре. И гендиректор американской компании производительных беспилотников терминал Оттаном, его зовут, честно не знаю, пропустил я, как его зовут, он заявил следующее внутри этой колонки. Россия это бензоколонка с армией, и мы намерены эту бензоколонку уничтожить. Мы фокусируемся на том, что это ударит сильнее всего именно на финансовых ресурсах. Помните, я говорил, Россия это бензоколонка с атомными бомбами, только теперь без бензоколонки. Бензоколонка с атомной бомбой, но без бензоколонки. Это то, что мы делаем сейчас из России при помощи наших беспилотников. Оказалось, согласно статье Блумберг, что 15 нефтеперерабатывающих заводов мы поразили. Я в разных интервью указывал разные цифры. Иногда я говорил 15, но по-моему в недельном выпуске или в понедельничном выпуске «Страна сегодня» я сказал 12. Но я снизил планку, потому что мне показалось в некоторых источниках промелькнула цифра 12, я решил не преувеличить наши успехи. Но вот, пожалуйста, Блумберга подсчеты совпали с моими личными. Моих галочек у меня на стене ставлю зарубки каждый раз после каждого пораженного нефтеперерабатывающего завода. У меня тоже получалось 15, это все подтвердилось. Значит, совокупная доля в нефтепереработке этих предприятий в российской была 45%. То есть мы поразили заводы, которые перерабатывают 45% российской нефти. Нет, мы не все это вырубили, не надейтесь. Мы в результате снизили переработку нефти в России на 10% согласно данным Блумберг, что уже само по себе очень круто. Еще одна новая санкция это китайские банки. Китайские банки перестали принимать платежи из России в юанях. Часть китайских банков не все. Значит, банки такие Ping & Bank, Bank of Ningbo, Great Wall West China, Dongguan Rural Commercial, China Guangfa, Kunshan Rural Commercial, Shenzhen Rural Commercial, China Zhenshan. Зачем я все это название говорю? Мне приятно, что так много китайских банков, китайских. Вроде бы говорят, Китай такой там союзник России. Хрен с два. Они отказываются принимать платежи в юанях. Юанях! Юанях! Так кричат сейчас, я думаю, на арене, на белгородской арене, да, зрители сейчас, которых разбомбились. Значит, раньше они уже давно отказались в долларах принимать, теперь отказались принимать еще и в юанях. Вот такая вот интересная история. А отдельно, то есть, додушивают, додушивают америкосы, додушивают Китай. И, кстати, Дубай тоже додушивают, потому что Банк Эмиратс НБД, большой достаточно банк, который обслуживал россиян, тоже закрыл часть российских счетов. Или все. Видимо, все. Закрыл счета россиянам, да. И закрыл отдел даже обслуживания россиян. О, какие дела. Это с Дубаем произошло. Идем дальше. Идем дальше. Что у нас еще на сегодня? На сегодня надо, во-первых, подписаться на канал Штельман, но это я уже говорил. Но чем же нам сегодня закончить? Давайте сейчас поставить лайк, это я уже говорил. Чем-то хочется закончить таким более-менее важным. Да, да, да. Все-таки последнее будет на счастье. Вам разговор о счастье. Вчера я вам сообщил о том, что вчера был день счастья всемирный. Кстати, день Лингуса и Лингуса тоже был вчера. Да, вы пропустили. Простите, если кто пропустил. Вчера был всемирный день счастья и был опубликован рейтинг счастья всемирный. Я тогда сказал, Финляндия на первом месте уже который год. Украина, я сказал, ниже, чем Россия. Но оказалось, вот сегодня всплыли детали, потому что там вчера не все цифры еще были официально опубликованы. Выяснилось, что не так сильно мы отстаем от россиян. Россия на 68-м месте, по счастью. Финляндия на первом, Россия на 68-м. Украина на 82-м. 68-е, 82-е. Я думаю, что как только мы их немножечко еще в Белгород возьмем, так мы по рейтингу счастья поднимемся. Нам главное быть более счастливыми, чем россияне. Это главный наш критерий победы, мне кажется. Если мы станем более счастливыми, чем россияне, значит мы победили. Нас тянет вниз то, что в рейтинге счастья среди молодежи мы на 115-м месте. Это понятно. Молодежь идет на войну, молодежь гибнет, молодежь рискует своей жизнью. Поэтому она не самая счастливая молодежь в мире. 115-е в мире украинцы. То есть у нас люди старшего возраста более счастливы, чем молодежь. После войны, я думаю, что это исправится, и мы обойдем Российскую Федерацию. А тем временем президент Финляндии, новый Александр Ступ, объяснил, почему, собственно говоря, финны настолько счастливый народ. Он сказал, что у Финляндии, Финляндии уже 7 лет как самая счастливая страна в мире, что он видит 3 причины этого линистства. Это природа, доверие и образование. Природа, доверие и образование. Есть ли у Украины шансы? Природа Украины, к сожалению, разрушена россиянами отчасти в значительной мере. Нам придется ее восстанавливать. Доверие, по-моему, доверие между собой у нас укрепилось за время войны очень сильно. А образование, то что я вам скажу, читайте умные книги, учитесь. Ну, а также, если вы хотите познать премудрости политики, смотрите канал. Шетельман и будете счастливы. Вы смотрели Шетельман за сегодня от 21 марта. Всем пока. Увидимся завтра в Шетельман за неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова